Сегодня 19 августа 2017 года. Начнем тогда с общей информации, наверное. Все знают, мы поставим... Нет, сначала мы поставим сюда, начало. Я с общей информацией, принципы, для чего мы собрались. Все знают, что 10 сентября состоятся выборы муниципальные депутаты районные. Будет выбрано 15 человек в нашем районе, 3 округа по 5 человек в каждом округе. Достаточно большое количество зарегистрировано. Было порядка 78 кандидатов на округ. В результате осталось, по-моему, около 70. То есть кандидатов зарегистрировано достаточно много. Мы представляем сейчас втроем первый округ. Представим себя Ковалев Евгений Николаевич. Александра Викторовна Кудякова. Надежда Сергеевна Уважаема. Мы идем по первому округу, там же, где баллотируется и Гришина Ирина Владимировна, действующий глава муниципалитета. И собрали вас, чтобы обсудить проблемы района. Проблем у нас достаточно. Проблемы серьезные. Хотя они вытекают, конечно, из федеральных проблем, из проблем города. Но, тем не менее, с чего-то надо начинать. Хотя бы с районных проблем. Ну, обрисуем. Вкратце. То, что мы сейчас видим. Особо горячее это то, что ломают гаражи. Многие знают, да? Вот как раз у нас Александр представляет один из ГСК, который сломали. Сломали достаточно вандалином образом. Ночью в 4 часа утра приезжали, начинали срезать. Мы там присутствовали. Конечно, это все выглядит со стороны очень некрасиво. По-бандитски я бы сказал. Вот это одна из проблем. Вторая проблема, то, что сносят магазины шаговой доступности. Тоже вы знаете. Причем, в общем-то, знаем, что люди против этого сноса собирают подписи. Тем не менее, эти сносы без всякой компенсации продолжаются. Голубятня, это тоже то, что мы сейчас слышали. Сломали фактически. Объект имеет документы. То, что еще в советское время разрешение было. Тем не менее, не глядя на эти документы, хотя они не отменены, ни судом, ни каким-то распоряжением, тем не менее, приезжают главы. Фактически это нарушение закона, как мы видим. При этом, начиная от строительства, допустим, храма. Я не говорю, что я против храма. Пожалуйста. Хотя я сам работал в системе патриархии очень большое количество времени, я могу сказать, что у нас очень большое количество храмов, которые недостроены, которые разрушены, которые надо восстанавливать. Я сам поучаствовал в этом. И в Москве этих храмов достаточно. Почему не бросить силы хотя бы на это? Тем не менее, у нас начинают строительство новых храмов. Причем, самое неподходящее место у нас в Ясневымбоне, вы знаете, да? Там плавуны, там река протекающая, которая фактически может привести к тому, что это строение может сломаться. Дорога. Дорога, ближайшие дома, которые подмываются из-за этого строительства, могут тоже ровнуть. Мы же знаем, Танзвальд-парк, да? Он не просто так упал. Это тоже проблема. Проблема, я считаю, что с монополизацией жилищно-коммунального хозяйства жилищников. Это тоже качество отвратительное жилищник предоставляет. Цены на обслуживание не маленькие, но мы видим, как это делается. Вот, допустим, даже зимой идет снегопад. Казалось бы, количество дворников у них достаточное. Но, тем не менее, в сам снегопад этих дворников не видно. Потом, когда вдруг приезжают там, я видел, что по 15, по 17 гастарбайтеров, дворников, и начинают в одном месте отгрести. Если от жилищника есть наблюдающие, они как-то скребут. Как только этот наблюдающий уходит, один там скребет, остальные садятся, кто-то в телефонах, кто-то на корточках. Все. Нужно ли нам такое количество гастарбайтеров в жилищнике? Я думаю, что нет. Гораздо интереснее было бы набрать даже в два раза, в три раза меньше людей местных. Пускай будет выше зарплата, но эффективность этой работы будет выше. Но это все от монополии зависит. Понимаете? Жилищник сейчас монополизировал фактически отрыны по всей Москве. Отсюда и от вратное качество. Какие у нас еще проблемы? Ну, я думаю, с Битцевским парком тоже мы видим, да? Экология. Хотя район замечательный. Мы все этот район любим, мы здесь живем. Я 30 лет в этом районе уже живу. Я считаю, что когда я сюда переезжал, этот район был гораздо лучше, гораздо уютнее, чем сейчас, во что его превращают. Ну, может быть, кто-то еще напомнит, какие у нас еще есть проблемы здесь, в районе, которые надо решать достаточно срочно. Оказалось, еще проблема с нашим транспортом. У нас автобусы ходят не так хорошо, как это кажется. Несмотря на то, что мы ездим на машинах, люди, которые столкиваются с общественным транспортом, говорят, что в Ясене мы столом вообще плохие маршруты автобусные, и они не ходят по расписанию, которые должны укладываться. Да, это 651-й как минимум. Я бы добавил, но на самом деле, может, транспорт не так, что плохо, но плохо именно с остановками, мне кажется. Потому что они раньше стояли в удобных местах, а сейчас, допустим, когда ты приведешь к остановкам, но ее смысл вы перенесли прямо к столбу. То есть, в которой техника приезжает зимой чистить дорогу, она не может проехать между остановкой и столбом. И она всегда выезжает на дорогу, объезжая этот кусок, хотя там, в принципе, это место есть. То есть, они могли на то же самое место поставить, на котором они убрали, и никаких бы помех не было в движении. Ну, вот, другие остановки тоже так же пострадают, там, если посмотреть, какой был смысл их переносить хотя бы на эти 10-15 метров. Согласен. Ну, это тоже транспортная проблема, и это тоже можно обобщить, как бы. Это так же, как на Бутлерово. Остановки принести настолько далеко, что до ближайшего пешеходного перехода идти минут 5-10. То есть, люди, которые пожилые, да, им тяжело. Да, да, но раньше просто действительно в этих, как бы, вот это все было продумано. Потом еще проблема. У нас сейчас собираются строить городок для гастерпайтов, если вы знаете, да? Второй причем. Второй в Ясенево. Я не знаю. Это в Петроново-Ясенево, в Петроново-Ясенево, где тоже были снесены часть гаражей. Сейчас там собираются построить отстойник для техники жилищника и городок для мигрантов. То есть, фактически, работники жилищника будут там жить. Я в районе... Это в Ясенево уже, да? Уже строят во всю. Да, я не в курсе. Знаете, я как-то в Люблину увидел такой же аналогичный городок. Знаете, я поразился. Это вагончики, которые стоят друг на друг. Большая территория. И фактически, как общежитие такого пагента. Там висят вещи, которые сушатся. Там стоит техник, там грязь. Вот. Какие-то мутные личности ходят. У нас... У нас это мутные. Там же лес, ребята. То есть, весь этот кусок леса, он лежащий, он станет реально опасен. Он уже опасен. Там же нет видеокамер, ничего. Люди там гуляют. А вы знаете, что у нас здесь стоят казахи напротив седьмого континента? Киргизы. Киргизы напротив седьмого континента. И там то же самое. Они отстойник себе. Отстойник сделали. И они живут в машинах. Живут в машинах. Несколько микрофон. Да, ну а туалет у них рядом. В роще. Около пруда. Да, это видео. Они прям собираются там долго-дого. Всего чего могут. Отсюда утащить. Ну, знаете, мы... Получается, что в районе много проблем. Ну, по-другому, да. И в район-то без хозяев. Можно я вставлю по поводу вот этих казахов? У меня окна прям туда выходят. Киргизов, да. Значит, у нас один человек, который живет на Рокоте 1-12, очень плотно занимался этой проблемой. Обращался и Гришина его праву. Гришина эту проблему не решила. Ну, решить эту проблему можно. Вот знаете, каким образом? Поставить знак, что там стоянка для инвалидов. И все. Знаете, Жень, они же с двух сторон стоят. С двух сторон, да. Вот, поэтому они и в кармане стоят. Но в кармане у них вообще прекрасное место, да? Оно как бы на отшибе. И они тут же сидят там, готовят себе еду, ходят в туалет, живут в машине. Хотя бы это место можно было... Ну, когда их здесь гоняли, то они прекрасно стояли с другой стороны. Ну, там не так удобно. Это понятно, но тем не менее, я говорю, что они там все равно стояли. У нас еще есть один кандидат, Алтухов, он входит в движение, ну, есть такая общественная организация, они занимаются вот именно конкретно этими вопросами. И он уже как бы принял решение заняться вплотную этим вопросом. Да, с Костей мы подъезжали к этой стояночке, засняли на фотоаппарат, как они стоят, как они там собирают какой-то металлолом, загружают эти машины. У них там бытовая техника, все подряд собирают. Я, говорит, займусь этим вопросом. Я думаю, что что-то вот в этом общественном движении автомобилисты России, они что-то должны подпринять. Ну, вот, собственно, вкратце мы обозначили. У меня еще одна тема есть. Это, я бы так сказал, неэффективное использование средств бюджетных. Еще как неэффективное. Дорожка, ну, яркий пример. Дорожка, которая вот седьмого континента идет вглубь. Да, вот мимо 8,4 и туда дальше, мимо спортивного комплекса. Значит, в прошлом году положили новый асфальт, сделали бордюрчики. В этом году положили новый бордюр на 20 сантиметров, отступив от того, который... Да, положили второй бордюр. Зачем? Понятно, зачем. Надо списать средства. Да. Ну, у меня тогда тоже вопрос такой. Вот, знаете, да, зона отдыха здесь построена огромная, вместо тоже городского асфальта. Кто придумал, что здесь должна быть зона отдыха, я не знаю. Между двух дорог, да, где шум. Я в любое время года, плохая погода, хорошая, больше, чем одного-двух человек в этой территории не видел. Мы там раз прогулялись в качестве экскурсии, и на этом все и закончилось. Ну да. То есть, фактически, вот этот комплекс построен. Деньги затрачены действительно очень огромные, огромные. А в результате мы имеем, ну вот, просто красивая картинка, но для... Ну, это же понятно было, для чего строиться, чтобы вид из церкви был, да? Да, это мелкие себе к пробелу, это парк. Ну, при этом, если мы делали опрос, когда сносились гаражи и ракушки, большинство людей, даже у которых не было машин, были согласны. Мы приезжаем, некуда ставить машины, они заезжали туда. То есть, там была огороженная территория, она никому не мешала, не создавала проблем. То есть, получается, что управа и муниципальные депутаты, не услышав жителей, не собрав большее количество, кто за парк, кто за паркинг, в одностороннем порядке, сделали парк. Самое неприятное во всей этой ситуации, что мы находимся под давлением власти чиновников. Никогда они не слышат людей, никогда они не прислушиваются к их мнению. Как и нам сказали, в три дня убирайтесь и все. Вот, чтобы не было власти чиновников, чтобы все-таки возродить власть народную, нам бы хотелось и пойти в муниципальные депутаты, чтобы там немножечко встряхнуть. Да, потому что предыдущий состав, он не занимался проблемами и интересами жителей. Есть информация для жителей, уточняйте, что действительно больше надо, парки, магазины, стоянки. Потому что по факту, когда же сейчас власть, она говорит, мы всю информацию пишем, но многие люди не смотрят сайты. У нас есть сайты муниципальных депутатов, но там не обратные связи, не хорошие информации, а актуальные. То есть важен диалог, диалог жителей, района. А убрать вот этого монстра, который построили, где зеленый перекресток, 22-этажный, все ужасно давящая конструкция, безумно дорогая конструкция, но она стоит и никуда не денешься, она уже будет успокоиться. Ну, под МФЦ это пробивали наши активисты, чтобы там было МФЦ. Это дело неуправо, нет, 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 это неуправо, это не Гришина, это есть люди, которые этим занимались, просто жители обычные. Если делать все по уму, что называется, от А до Я, то будет нормально. А когда идет в обратную сторону, сначала мы построим, а потом будем думать, как мы будем эти дорожки делать, это у нас получается очень нехорошо. Больше порождает проблем тех, которые требуют еще больше затратных денег, средств во все это вкладывать. И почему-то мы столкнулись как раз с Гришиной Еленой Владимировной, она пассивно принимает участие, она кивает головой, она рассказывает красивые сказки о том, как бы это было хорошо в проекте, но реально она ничего не предпринимает, хотя это у нее... Не соглашусь, она активно противодействует жителям, активно, самым активным образом. Молодец! Плюс весь объектив. Она отставит только интересы к городу. Почему? Потому что город ее содержит, город им платит. Почему я говорю, ни в коем случае не должны идти муниципальные депутаты, бюджетники. Они зависимы, они жители представляют, не могут никак. Совершенно с вами соглашусь. Вот самый главный проект. Поэтому мы хотим донести, собственно говоря, до основной массы нашего населения, я сняла, что если вы хотите остаться с тем же, что вы имеете сейчас, пожалуйста, можете голосовать за старый состав у муниципальных депутатов. Если вы хотите перемен, обязательно. Обязательно нужно. Главное дело, что многие сейчас нам... Больше того, они есть во всех округах, и во втором, и в третьем. Мы вот с ними были, мы как-то пообщались, пока шла подготовительная этапа этой избирательной кампании, пообщались со многими. И вы знаете, настолько живые люди, настолько молодые. Молодые, уставшие от того гнета, который существует. И, собственно, надо, надо менять, потому что застой, он ни к чему хорошему не приведет. И посмотрите, пять лет, это большая все-таки цифра для нашего возраста, Галина Владимировна. И нам хотелось бы еще пожить в нормальных условиях. Не, не, получается, когда мы подавали документы, даже в теке признавали, что в этом году большой набор. То есть это говорит о чем? Что люди уже устали. То есть действительно люди готовы и хотят поменять ситуацию, которая происходит здесь. Потому что действительно каждый раз подкладка бордеров, перенос пешеходных переходов. Или еще какая-то борьба ложится на плечи обычных жителей, активистов. То есть когда получается какая-то проблема, помогает не власть, а сами активные жители района. Что касается отстройки, заканчивая действительно помощью соседям. Можно я добавлю. Я вот просто как-то неоднократно уже видел по роликам на ютубе. Я вот так смотрю, немножко отслеживаю. Я вот вас неоднократно видел, что вы какими-то там ситуациями, которые происходили, когда автомойку хотели оставить. Вы там участвовали, пытались с этим бороться. Вот сейчас вы все-таки вас даже в полицию там забирали. Там мамон приезжал. То есть с этой стороны как бы вы еще даже не являясь в будущем депутатами, вы уже вели активную какую-то деятельность. Не всякого сомнения, это собственно и подвигло нас встать. Потому что вроде как больше было бы прав и как-то весомости в тех действиях, которые мы уже предпринимали. А столкнувшись с чиновничьей глухотой и немотой, ну просто становятся, руки опускаются. Не слышат они, не видят ничего. А когда уже массово, когда уже активисты подключаются, вот тут начинается движение. Асану Николаевичу вообще отдельное спасибо. Сколько он чего хорошего выбил для людей? За что? За что? За то, что вы очень активную гражданскую позицию занимает. То есть это норма? За что благодарить? Норма должна быть у каждого наряда. Хотим, чтобы у всех была такая норма. Потому что вы же видите так же в ютубе, по другим роликам, существует совершенно другая позиция у тех же молодых действующих депутатов, от которых я, честно говоря, в шоке. Как может быть депутат, который просто никакого уважения к человеческому достоинству? Да, да, я видел, Владимир, но просто это, ну, я не знаю, назад просто, просто человеком. То есть выражения, да, вот на публику такие выражения, я депутат, мне, ну, дали матерное выражение, я в Сочи, и мне вообще, вы хотите, это вот ваш шанс за то, что я вот уехал, вы... И платите мне деньги. Ну, это просто безобразие. То есть такие просто люди, я не знаю, как они вообще попали в эту... Ну, так и получается, что работают просто обычные активные жители. Хорошо, если нас прислушаются. А в большинстве случаев получается, что мы сами всего добиваемся, а руководство ведет лавры, бюджет, также премии и так далее. А по факту, с чем я сталкиваюсь, я ни разу не видел ни одной помощи от чиновников. То есть когда ты пишешь, обращаешься... Сейчас, сейчас, очень интересно. Во втором округе, там, где магазин «Пятерочка» и стоят мусорные баки около нее, успожанки Горкова, 3-й, 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 3-й. Ну, пока временный условий, у нас же, как обычно, пьем копытом перед выборами, дальше забывается все. А компанию выборного вы не помните? Помню. Там были уже? Помню. Как сажали сады? Это я помню. Семирами и ростами. Наши гаражи сносить первых, к кому я обратилась, это выборный. Он сказал так. Да, я услышал вашу просьбу, да, я сделаю определенные шаги, да, я вам помогу. И все. И тишина. После этого все, ничего не случилось. Он не перестал быть депутатом Государственной Думы, еще не поздно его призвать сюда, он же наш избранный, нами избранный практически. Ну, Александр Николаевич, он не будет ничего, он нас не признает. Почему не признает? Потому что он уже не божитель, знаете, уже в Государственной Думе, он не божитель. Ему уже не интересно, население, когда вот он ходил по дворам, избирался еще, я тоже первый вопрос, вы здесь живете, вы что-то сделали для района, в общем избираетесь. А, это провокатор. Я, говорит, отвечать на этот вопрос просто не буду. Я в своем дворе сидел, я думаю, какой провокатор, я просто спросил, что же вы по нашему району-то играете? Вот, и я знаю, что, да, к нему обращались со многими проблемами по нашему району, никакого эффекта это не дало. Это депутат Государственная Думы. Нет, надо с жителями общаться, надо доносить информацию, так все-таки диалог проще. Диалог он ведется как бы в социальных сетях, он же ведется на данный момент. Просто нужно сначала как бы первых, то есть как бы человека привлечь на сайт. Одно другого не исключает. То, что материалы печатные должны быть, листовки, броженки. Это вообще не лучше. Нет, еще раз, одно другого не исключает. Это понятно, но специально и делали, специально и назначали сроки выборов, чтобы было неудобно, чтобы все были в отпусках, надо, и так далее. Давайте не это обсуждать, а давайте обсуждать, что надо сделать конкретно, чтобы побольше людей про вас узнало. Если даже нас не изберут, это ничего не поменяет. Мы никуда не денемся, мы как были с жителями района, так и будем. Как боролись с этим беспределом, как и будет продолжать. У меня в другой вопрос, пожалуйста, вы уж изберитесь, постарайтесь. Да, да. А это от нас зависит. Мы это будем наоборот. От кандидатов, наверное, в первую очередь. Политтехнологии «Единой России», они очень своеобразные, и не совсем все зависит. Конечно, от количества пришедших на выборы, безусловно, это зависит. Они рассчитывают на явку где-то 12-13%. Если будет в два раза больше, есть шанс нам избраться. Если мы наберем количество голосов нужное, но технологии «Единой России» могут делать так, что они перекроют нас в бросы, карусели, грязные махинации, это уже вторично. Но все равно надо делать за что-то, чтобы... Скажем проще, за власть надо бороться. Да. Пытаемся, но мы не за власть боремся, мы с правотой, да честно. Ну, на самом деле... Она так просто не сваливается. Никогда. Никогда. Но основной фактор – это все-таки массовость людей, которые придут на выборы. Это действительно очень важно, потому что я недавно разговаривала с нашим действующим Сурудиным. Он говорит, я первый раз проскочил совершенно на шару. Просто тут походил по квартирам, у меня было очень много людей, которые пришли за меня голосовать. И даже единый расистки ничего не могла поделать. Тогда он выдвигался не от едины в первый раз. Так что очень важно, чтобы больше... Сейчас приложим все усилия, чтобы пройти и как можно больше людей оповестить. Наша основная задача – просто помочь решить те вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Это во-первых. Во-вторых, конечно, уже иметь какой-то статус официальный, чтобы больше по возможности могли решить вопросы. С теми же запросами, как депутат, там есть определенные сроки, которые ускоривают решение. Есть определенные письма и так далее, с чем можно бороться и решать вопросы. Потому что мы, как обычные жители, у нас это немножко отходит по времени и по силам. Когда, соответственно, если мы изберемся, будет уже проще. Потому что основная борьба у нас – помочь обычным жителям так же, как и себе. Потому что мы здесь живем с решением этих вопросов. Да, самое обидное, что мы здесь долго живем и знаем, как было и как стало. И хочется, чтобы стало, как было. И все возможности сделать. Чтобы было лучше. Сделать, как было. Хотя бы похоже. Хотя бы. Программа медиа. Надо, чтобы было лучше. Надо. Делай хорошо, плохо само получится. Это, безусловно. Нет, мы стремимся. Есть ли еще вопросы такие были насыщенные, актуальные? А нет у вас смысле единицы со остальными кандидатами? Какие действительно позиции у вас? С другими округами много достойных кандидатов. Есть, мы единиц и единым фронтом и выступить, чтобы больше нам есть. Но это после выборов. Мы решили как не прекращать контакты? Вот, может быть создать какое-то объединение общественное? С другими составителями районов? Нет, не знаю. Мы говорим про сейчас. А сейчас объединятся в нем смысла нет. По первому округу, сколько должно быть кандидат? Вернее, нужен депутат? Нет, понятно. У пихом. Управляемый проезд. А, 5. 5. 5, понятно. 5 галочек надо ставить из 26, по-моему, кандидатов. Если хотя бы минимум цель поставить... Нет, от одной до пяти. Это не обязательно 5 нужно поставить. Лучше 5, но от одной до пяти, да. Потому что они могут потом подрисовать, кому надо. Да, подрисовать могут, поэтому лучше ставить 5. Если минимальную цель поставить, вот этот первый округ перекрыть, уже будет. Мы стараемся. Административный ресурс. Его же не перепроизводят. А, просто так. А, покупка на задание. Вчера не слышали право, что это пошло дальше. Он Москву защищает уже не только район наш. Вот, и это тому, что административный ресурс большой. И чтобы нам его как-то переплетать, нам это в два раза больше привлечь просто жителей. А получается, по статистике, проще умолчать. Потому что мало, даже я когда столкнулась с проблемой стройки, я только тогда узнала, что у нас есть неисправитель. Также, когда я начинаю сейчас общаться и ходить по людям, я говорю, здравствуйте, я такая-то, хочу представлять ваши интересы, отставить район. Но я с ним, а я избираюсь в неисправительный ресурс. Но большинство людей, жителей не знают, что есть такой орган, неисправительный ресурс, которые помогают в округу. Ну, будем говорить, пока помогают. Поэтому сейчас идет тишина, чтобы было меньше жителей, которые заинтересованы в нормальном руководстве, которые пришли бы действительно на голосование. Чем меньше информации про работу Совета депутатов, тем проще деньги осваивать. Никто ничего не спросит. Дошли до того, что даже последние два года, даже, по-моему, не отчитывались, что обязательная норма. Формально она отчиталась, Саша. Я не говорю про отчеты главы муниципального, а про депутатов, которые в своем округе должны за каждый год отчитываться. Ну, это вы много хотите. Это мы такие сознательные, мы можем отчитаться. А те, которые сейчас сидят, они просто говорят, а вам это зачем? Точно. То есть активные жители, которые столкнулись, обращаются, они не видят правила ответа. То есть идут от необещания. А вы как будете работать? А вы хорошо работаете. Мы постараемся, понятая, с интереса. Это все шутки. На самом деле, работа депутата – это гончая собака. С высунутым языком по всем пройтись проблемам, что-то решите, что-то сделать для людей – дело ответственное. И к этому делу надо подходить ответственно. Как это освобождение депутатов? Нет, работа отдела, семья отдельно. Это общественная работа. Это тот же самый. Это не подарок судьбы. Да, общественная работа, только со значкой, что ты депутат. Если говорить о главе муниципального, я не говорю про главу. Глава понятно. Она единственная освобожденная депутата. Нужно озвучить. Мне есть оклад. И не маленький. Он равен окладу главы района. Плюс у меня есть персональный автомобиль. У меня есть аппарат, который за нее все это выполняет. И где результат? Ну, это единственный человек. Остальные депутаты-то они... То есть мы как активные простужители, да. И в свободное время исполняют депутаты. Ну, если вы говорите конца честно, то Собянин сегодняшним депутатам подкидывает, чтобы они власть слушали. Ну, опять же, он, наверное, подкидывает не всем, а только тем, которые слушают. Я думаю, что даже все равно есть какая-то определенная градация. Есть, есть у них там система, да. Кто-то больше получает, кто-то меньше. Кто-то главарь, кто-то больше принял участие в исполнении команды, что фактически, если даже мы попадем, кто-то больше жителей отказал на общественных началах. Да, мы же не будем лояльными. С другой стороны, это не ради чинов и награды. Да, мы идем туда не ради зарплаты, получается. Просто хочется иметь определенный статус, чтобы помочь быстрее решать чьи-то какие-то проблемы. Потому что мы и так работаем, как активисты, обычные жители. Скажите, пожалуйста, а функции вообще муниципальных депутатов и вообще права их очертить можно в двух словах? За то же самое, что и ты. Мы депутаты, как и ты. Обычные жители. Нет, нет, нет. Минимум. Я идем в двух словах. Это решение местных вопросов. Решение местных вопросов. То есть никуда наверх мы не обращаемся. Мы спросили только тем, что вот господин Лапшин меня может вот так послать, а депутат так сразу пошлешь. Нет, хорошо. Какие вопросы по закону должны решать муниципальные депутаты и могут решать? Все вопросы, касающиеся жизни района. Хорошо. Бюджет у муниципальных депутатов есть какой-то? Есть. Есть. Но надо сказать, что он вот такой и сверху спускается. То, что собирается с района, уходит в город. И город решает, сколько дать, а сколько не дать. Вот мы сравнивали бюджет просто сельское поселение в Московской области. Там порядка 400 миллионов, которые депутаты, вот эти, а муниципальный округ сам распределяет и отчитывается. У нас сравнили, у нас доход депутата больше, чем весь бюджет, которым они распоряжаются. Нонсенс-то какой. То есть, как мы можем местные вопросы решать, если недожда экономической составляющей нету? Ну, может, специально и сделано. Конечно, сделано. Может, поделать, что это специально все дело. Конечно. И вот эти депутаты существующие, это их абсолютно все устраивает. То есть, они сидят на бюджетных местах, получают хорошие оклады и будут сидеть, и в депутаты полезут. Только ради того, чтобы остаться на этих местах. А не говорю о том, чтобы что-то до района делать и просто выполнять то, что положено. По законодательству. Сколько раз мы обращались, просто с исполнением. Вы исполните то, что положено? Нет ничего абсолютно. Вопрос. На избирательных участках, вот раньше вы вешивали плакаты, там, с фотографией. Будет. Это будет? Потому что я что-то читал информацию, что вроде бы отменили. Сначала было, отменили видеокамеры, отменили фотографии. Сейчас просто, видимо, под давлением они немножко сделали уступки. Будет общий большой плакат с фотографиями, с краткой информацией о том, и плюс еще доходы у кого, что, сколько. Вот эту графу они ввели. По поводу видеонаблюдения вроде бы будет. Нет, это я к чему говорю? Это значит, надо так, чтобы ваши... А там нет? Нет, чтобы люди вас запомнили. То есть надо примелькаться. То есть поэтому вот сейчас вот тогда получается основная задача, да? Это даже чтобы, может быть, не запомнили фамилию, сколько запомнили образ. Потому что бюллетень – это простынь на двух листах. И там только фамилии. Нет, это понятно. Фотографий там нет. И вот если мы сейчас вот раздадим вам вот эти шпаргалочки, вот эти шпаргалочки надо с собой на избирательный участок приносить, чтобы не запоминать и не запомнили. Статистики по опыту, да, 90% людей не смотрят на плакаты. Они берут бюллетень и начинают смотреть, кто там, кто, кем работает, там, врач – это хорошо, да, безработица – это плохо. Есть бюллетень, это есть. Основное место работы. И не подходит уже к общему плакату с фотографиями, а исходя только из места работы, возраста, социального положения и так далее. Поэтому мы, в общем-то, вот такие вот шпаргалочки будем раздавать. Вот именно с фамилией. Но это для знакомых, для тех, кого, в общем-то, мы знаем. Вот это в основном будет через такт. Это такое вот общение. Стараемся киевать по максимуму. Хорошо. Вот снимали вопрос печатной продукции. Значит, по-моему, по законодательству на каждого депутата один человек может внести в фонд до 2000 рублей. Совершенно праведен, физическое лицо. Да, физическое лицо. Вопрос. Вот говорили, что дорого там печатать стоит. Вот у вас бюджет каким-то образом определен, сколько вы должны потратить. Нет, 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 это хорошо. Но вот если я, например, готов дать мне кузовую, я много не дам. Вот. Не имеете право больше 2000. Ну, хорошо. С другой стороны, нам не надо. Мы решили не использовать. Ну, хорошо. Вы лучше нам помогите, знаете как, с агитацией, сообщением, выносить информацию. Это будет намного легче. Ну, я Жене уже говорил, что я готов пройтись там по своему подъезду, там, может быть, по соседним подъездам размести какие-то источки. Вот это более важно, что надо сделать, Леша. Да. Ну, хорошо. А финансово ничего. Нет, спасибо большое. Две тысячи оставь себе. Просто, как говорится, на розыше все работает с сарафанной. Честно, она как-то ограничивается кем-то, чем-то. Да, мы должны быть в ТИК, предоставлять документы. Определенная сфотография. То есть, в принципе, где мы печатаем, за чей счет согласовывать. Потому что мне один вариант не согласовали. Там я с иночкой на фотографии. А какой формат? Вот А4, А4. Есть А3, кто делает. То есть, внизу всегда белым шрифтом написано «Зачищу». Это надо согласовывать с ТИК. То есть, любую печатную продукцию, которую мы распространяем, мы должны образец отдать в комиссию. Ну, то есть, и вот сюда, до Айвазовского, это вот все первое. До Айвазовского. И больницы РАН тоже первые. Да, понятно. Но больница РАН – это бюджетная организация, мы к ней никак. Они уже охвачены. Они голосуют как работающие на территории? Да. Почему это? Нет. Почему? Прописаны только. Нет. Но они голосуют по совести. Мы же прекрасно понимаем, что есть звонки. И есть прецеденты, когда говорят, надо голосовать за того? Нет. Как они голосуют, это всем понятно. Но они тоже голосуют по месту жителей. Основная беда, как я знаю, это надобники. Вот это вот очень большой административный резерв. Ну, и сейчас досрочные голосования там. Досрочные? Да, да. Вот там это. И плюс еще, если есть регистрация, то все эти тоже могут принимать через голосование. Вот это вот они специально сделали. Да, да. Да, да. А они потом быстренько и возводят новый городок, чтобы их поселить туда и прописать там же. Это бы технология у них очень такие своеобразные, но тем не менее нам с ними как-то надо конкурировать. Ну, будем пробовать, не опускаем рук. Надеемся, что нас все-таки услышат и пройдем. Это основная задача все-таки, как жителей, помочь жителям нанести информацию и облагородить все-таки Раню Ясенову и обстоять свои права. На самом деле мне очень импонирует то, что вот и второй, и третий округ, там молодые ребята с такими прогрессивными взглядами, говорят, ну уже достало все это, уже дальше некуда. И воруют. А вы встречались с ними, да? Да, да, мы все обсуждали. Очень интересные какие-то, да, да. Прекрасно. Это хорошо, что вы между собой. То есть мы действительно понимаем друг друга, то есть нет такого перетягивания каната, что вот я вот эту хочу, а вы вот это. То есть все понимают проблему, все почти, а вы тоже. Я бы сказал, что независимо от результатов, мы все равно с этими ребятами будем поддерживать контакты после выборов. Я считаю, может быть даже создадим какой-то общественный движитель. Я поясню. Потому что получается, да, мы так оставим в первом Давайте не будем исключать, что мы беремся так. Исключать мы не будем. Мы не опускаем. Мы как бы много вариантов. Для этого мы здесь и сидим. Если бы мы исключали эту возможность, то мы здесь не сидели и не разговаривали. Мы должны объединиться с остальными и выходить одним фронтом. Чтобы если вот это видели кто-то действовал, так чтобы видели и остальные, чтобы остальные круга тоже это есть, здравые, умные, разумные люди, которые за район валют, что-то делают и делать будут. Ну, понимаете, какая ситуация, вот как это все реализовать? Если какой-то объединенный митинг и собрать людей, надо согласовывать, это надо получить разрешение, а разрешение ни префектура, ни управа перед выборами не даст. Что нам делать? Очень простая форма. Народный сход. Народный сход? Да. Собрались и поговорили, и решение вынесли. Погодите. Народный сход. Хочется собрать 26 числа в школе около метро кандидатов и особенно страждущих познакомиться жителей. Вот эту-то форму никто не отбирал. То есть дают помещение, дают время, пожалуйста, собрались, единым фронтом рассказали, выступили и до всех донесли. То же самое, вот через такую же листовку взяли и тему, и кто, и за что, и где, и когда. Надо сейчас объединяться и носить всем вместе, что в районе есть здоровые силы, которые могут что-то измерить. Они сами уже выбирают, кто им понравился. Нет, я считаю, что нужно сделать хороший ролик. Кстати, у нас вот Данила Буллин, вот с него и начнём. Данила Буллин сейчас занят вообще вот так. Нет, вот такой вот общий ролик нужно хороший сделать и показать вот всех всю вот эту вот команду. Да, объединить. Потому что народ трудно поднять вот так вот, чтобы большое количество людей пришли и пообщались вот так вот вживую. Людей мало. И потом, мобильный связь, никто не отменял, можно устроить пресс-конференцию. Нет человека, он по телефону может озвучить, кто что и зачем. Совершенно верно. В скайпе никто не отменял. Почему нам не пользоваться? Не в Твиттере, а в Ватсапе тоже самая видеосвязь. Всем что угодно, да. И административный ресурс можно засунуть очень далеко, если подойти два часа. Он может работать сам против себя. На самом деле он потихоньку и начинает. Вот они уже и сработали, понимаете. Потому что вот в прошлом созыве выдвигалось 33 человека на 18 мандатов, а в этом году 69 на 15 мандатов. 73. 73 уже, да. Ну в районе 70. В два раза больше, чем в прошлый созыв. В два раза больше. Так а для чего это сделано? Это не для чего не сделано. Это люди сами пошли. То есть можно поблагодарить старый состав за то, что они всколыхнули эту волну. 15 нормальных. Остальные кто? Остальные спойлеры есть. Вот о чем мы говорим. Чтобы вот в этом лесу мы не увидели нормальных людей. Вот и все. Все размыть, а решила в итоге, короче, вброс, который будет никуда не денется. Можно прям четко выделить по пять человек. А так и надо делать. Есть принадлежности к партиям, неважно, просто людей. Надо акцент сейчас делать на человеке. И вот это вот бред какой-то, приходить и голосовать там, мне так кажется, ставить пять галок чисто за коммунистов или чисто за ЛДПР-вцев. Это штука не сработает. За людей, у которых есть нормальные, прогрессивные взгляды. Готово работать и будет работать. Объединиться со всеми. Правильно, это очень важно. Вот кто должен быть главой, мне кажется. В главу, да. Мы бы у вас назначили. Мы бы сделаем помощником потом или кто-нибудь? Советником. Ты занимаешь? Нет, не берут они его ни в помощники, ни в советники. Это они не берут. А возьмите вы. Уже все проверены. Человек нужно проверить, чтобы доверить. Вы же как активисты у нас, как мне многие говорят, зачем идешь? До зарплаты, наверное, или за властью. Я говорю, ты нет. Но если ты такая активная, ну и работай так же дальше. Я говорю, вы понимаете, что у них ресурс больше, запросы доходят, настучаться до кого-то, попросить что-то еще быстрее. А люди думают сразу изначально, ну все, за деньгами. А какой у них ресурс сейчас? Ты имеешь в виду ресурс у депутата? Допустим, ответы на письма за вопрос физического лица это 30 дней месяцев, депутата может быть до двух недель. Сокращаются сроки осмотрения письм. Хотя бы в этом вопросе не понял. Если бы у нас на письма приходили обоснованные ответы, это было бы. Сама суба существовала, да. А если нет экономической составляющей, то ни о какой самостоятельности речи быть не может. Так если и настраивает вот это местное самоуправление, так идти с целью, что в районе будет что-то. У нас сейчас в университете, насколько я знаю, даже нет ничего, имущества никакого. Почему там на празднике, знаешь, сколько денег? По 3 миллиона выделяется каждый год. Нет, это с одной стороны. На гречневую кашу? Да. А с другой стороны, есть муниципальный фильтр. Это для этого и создаётся сейчас. Чтобы мэры прошли, нужны люди. А не нужны, не прошли. Поэтому фильтры это будет отфильтровывать. Да. А вот если там будут люди, не только из Единой России, в муниципальном фильтре участвовать, то тогда есть шансы, что какие-то нормальные люди могут баллотироваться, по крайней мере, в маэра Москвы. Поэтому мы сейчас говорим про местный выбор. Нам бы здесь порядок навести. Согласна. Здесь, Саша, самое главное порядок, что не утверждать определённые планы, спущенные сверху. Конечно. Ну, Василий Николаевич, выбрать только одно. Это надо ходить ногами и агитировать людей. Доносить информацию, донести информацию. Объяснять, что действительно, вот даже многие здесь сидят, они говорят, да, много только что. Ну, как Суродин выиграл, вот Настя привела пример. Вот так вот и нужно действовать. Суродин выиграл, когда вообще никого не было кандидатов. Это надо понимать. Ну, тем не менее. Объяснение, он и депутат. Тем не менее, тем не менее. Ну, все говорят, что когда ходишь, то я не против ходить, но ходить-то надо с головой, знать, как это, куда ходить и с кем общаться. С жителями. С жителями, понятно, они же у нас избиратели. Кто-то, наоборот, говорит, как хорошо, что и голубя не сломали, и гаражи как хорошо сломали, и не радуются. Да очень хорошо, что у нас люди разные. Кто-то бывает, ну, не злорадствует, а не понимает, говорит, ой, как хорошо. Когда их начинаешь толково объяснять, то есть не те вот красивые сказки или картинки-показы, у людей меняется мнение. Меняется. То есть объясняешь, что это сложившийся уже облик, да, там, 30 лет ясенка, да, вот только-то было. Ведь не зря у нас красивый план. У нас на всех местах гаражи, где они нужны, то есть у нас хорошо расставлены дома, то есть везде стояли магазинчики, то есть раньше это было молоко, молоко булочное, теперь сейчас стоят там, ну, перекресток, неважно, но они действительно в пешей доступности. У нас ничего нет лишнего, да, у нас нет окон-окна, да, у нас нету русских там фонтанов. Это сейчас все начало появляться, потому что все, ушла архитектура, ушел контроль, то есть если раньше все согласно с жителем, там, с московной архитектурой и так далее, то сейчас это действительно решается муниципальными депутатами. То есть собрались за столом, решили все, и от этого уже идет вот это вот безобразие, но гаражи, то есть я рада, делайте парки, но только в тех местах, где это надо, облагораживайте, то есть люди вам скажут спасибо, но не так, как вот в этом случае, то есть мы понимаем, что это место, да, не будут на литовском 7 гулять, но не будут, то есть действительно оставили бы там нормально эти гаражи, которые нужны, и разгружают конфликты, не будут, да, когда люди приезжают, нет места, начинается ссора, что это мое место, нет, это мое место. все вопросы надо решать, цивилизмом на 12-м году, хотите же мы все сжигательный завод строить, все собрались в Хануэ, и так, насколько... смотрите, вот от вот этой команды Гудкова по Ясеневу 1-го округа идут 3 кандидата, да, вот Коростылев Владислав Александрович, Палк Владимир Александрович и Сучков Михаил Юрьевич, мы с Испалком и Сучковым общались. Общаетесь, да? Мы с ними пообщались, они очень странные ребята. Они не хотят с нами даже общаться, потому что мы предложили, не важно, я просто знаю, мы здесь вот 3 человека, а надо 5. Мы пытались объединиться так же, пытались выйти на разговор, люди нам отказали, то есть они сами не хотят. Как-то были еще какие-то условия неправильные, я считаю это неправильно. Если бы мы плывем по течению всем вместе, смотрим в одну сторону, а как-то входить в команду, или когда это свои условия. Это же желание нужно не только на швы, на тоже носить и повод объедняться. Не всегда от нас все зависит. Если у них желание нет объединения. У нас вот есть команда, и в первом, втором и третьем, те, которые одинаково мыслят, то у них просто взгляды совпадают. А у Палта, сучков, у них свой взгляд. Ну пусть нам скажут, что у них за взгляды, я не знаю. Ну один сказал, что он многодетный папа. Поздравляю. И что? И все, он идет в депутаты. Я не понимаю, как можно диктовать условия. Я очень известный в Ясенево. Он где-то, видимо, музыкант. Ну я, к сожалению, это... Палки с ним. Палки. Да, что-то. Палки. И что-то я с его творчеством, к сожалению, к своему стыду не знаю. А он сказал, что я очень известный, и ваша, моя известность, она как бы, вы за мной по работникам пойдете. Я не хочу, чтобы вот моя известность на вас распространялась. Ну, в целом, мы остались очень довольны, очень вам благодарны, что такое было живое участие и обсуждение. Просто вы нас вдохновили на дальнейшие подвиги. Да, что вы понимаете, поддерживаете нас. Да, спасибо. Мы тоже очень рады, что появились такие живые, заинтересованные лица в этой компании. И уже они действительно реально что-то сделали. Вот вы все втроем, мы знаем все ваши подвиги. Да, получается, что мы уже, как это, не грубо звучит, на своей шкуре испытали. Поэтому хочется менять и оставлять что-то лучшее в ясниво. Не допускать очень много. Действительно, реально люди болеют за район. У меня вопрос к Евгению Ковалеву. Чем вам поможет Владимир Милов, наш политический деятель? Он предлагал издать газету, еще два выпуска. Я на определенный момент отказался от этого. Почему? Потому что в тот момент было известно, что фотографии не будут присутствовать на избирательных участках. Я поэтому сказал, что издавать газету смысла нет. Два выпуска он предлагал сделать. Ну, а сейчас? Можно к этому вернуть? Конечно. Сейчас уже поздно. Почему? Потому что распечатать газеты и их распространить уже фактически не будет. Почему? Все три недели. Что значит невозможно распространить? Это же если на доме нормально старший фавелик дома, раз когда за вечер с ним в вашей фамилии? Конечно, конечно. Я все-таки на последние дни надеюсь именно на раздачу листовок. Газеты читают. Газеты читают. Больше доверия. Газете больше доверия. Тем более людям в возрасте. Да. Нет, Жень, я думаю, что информации там нет. Конечно, конечно. Там всю программу можно изложить. Вот иду. Так мы идем просто? Мы решаем или не идем? А зачем идем? Вопросы ей задать. Поснимать ее. Посмотреть, вообще кого она там соберет. А то вчера Вера Александровна такие вещи жуткие рассказывала. Да, она все время рассказывает. Собирают на встречи, нам звонят, потому что люди общаются с этими подрядными организациями. Им оттуда как бы это сливает информацию. И все эти подрядные организации собирают вот на такие встречи для ангажированных депутатов. Мы это понимаем, мы это видели, мы с этим сталкивались. Все это происходит. Вот поэтому нужно обязательно на какую-то сходить и посмотреть, что там творится. У нас здесь есть кто-нибудь из жилищника? Ангажированный, встаньте. Никого. Никого. У меня сегодня может не получиться, но я бы сходила с удовольствием. У нее не последняя встреча. Я знаю. Но на самом деле надо знать, потому что не обязательно все эти встречи, которые заявлены в графике, их проводить. Может быть, она выберет какие-то определенные... Я думаю, что она-то будет на все. И ей на все будут подгонять публику. Где же отчет дарить? Ну, выборный-то ходил с целым коллективом жилищника. Нет, ну там были ветераны. Да там был, раз твой общелся. Там жилищник ходил. И вот эти советницы сумасшедшие. А, советницы, да. Это женщины, вот эти неуравновешенные, правда. Это же кошмар. Ну ладно, спасибо вам за все. Да, давайте мы вам оставим. Да, вот такие вот бумажки. Это вот контакты, контакты, электронная почта. Будем пробовать, стараться. Это когда-то, у меня просто проекта.